От классической истории любви между богатым мальчиком и бедной девочкой до ромада между инопланетянином и суперзвездой Вот 10 дарам, которым исполняется 10 лет в этом году Наследники Чаин Сан, старшеклассница, которая приезжает в США, чтобы разыскать свою скрывающуюся сестру В итоге она встречает Ким Тана, одинокого богатого парня, который живет вдали от дома, согласно пожеланиям его старшего брата Вона Встреча с Ин Сан дает Ким Тану крылья для полета и он набирается смелости для возвращения домой в Сеул У Ким Тана есть лучший, ставший заклятым врагом Че Йон До, который так же как Ин Тан влюбляется в Ин Сан Дарама Наследники получила высокие рейтинги в чатах популярности и хорошо зарекомендовала себя у зрителей Несмотря на классический сюжет про богатого мальчика и бедную девочку, дарама наглядно продемонстрировала высокие ставки жизни в высшем обществе Где даже дети и их жизни рассматриваются как активы Человек со звезды Кто не любит хорошую историю? Особенно, когда кинозвезду буквально сбивает с ног человек, который сам спустился со звезд До Мин Джун – 400-летний временный житель Земли Его можно назвать инопланетянином, но он выглядит намного лучше, чем любой человек Нестареющий и вечно молодой Мин Джун наслаждается одиночеством и столетиями терпеливо ждет возвращения на свою планету Чон Сон И – капризная суперзвезда, известна тем, что время от времени впадает в истерику и срывается Когда она обнаруживает, что посещает занятия в колледже, который ведет Мин Джун, который также является ее соседом по пентхаусу, у нее начинает трепетать сердце Человек со звезды остается самым любимым сериалом среди фанатов корейских дарам Будь то раздражение Мин Джула современным миром, поскольку он держит людей в страхе Или Сон И, который находит утешение в поедании коробок жареной курицы и запивании пива, чтобы избавиться от одиночества Оба персонажа очаровательно причудливы Ответ в 1994 Перемотайте назад в год, который является годом расцвета кипов-группы первого поколения Сотэ Джиэн Бойс А также рождение корейской баскетбольной лиги Мы знакомимся с Сон Наджон, чья семья управляет пансионом, в котором проживают шестеро друзей Но в центре внимания находятся Трэш, студент-медик, и Чильбон, звездный игрок баскетбейсбол Но Наджон влюблена в Трэша, который считает ее просто подругой В то время как Чильбон, который популярен среди девушек, находит место в своем сердце для Наджон Эти трое преодолевают неловкие моменты, когда дружба превращается в нечто большее Хороший доктор Пак Шион – детский хирург Он также страдает аутизмом, обладает блестящей памятью и пространственными навыками В больнице его коллеги и пациенты высмеивают его как ненадежного робота Поскольку он склонен использовать свою сильную интрицию, чтобы думать, а не чувствовать Пак Шион далек от совершенства, и хотя он совершает ошибки, он учится, чтобы стать надежным хирургом, которому доверяют В Дараме используется тонкий юмор, чтобы донести до зрителя уместную мысль И она воздерживается от нравоучений, а чувствительное изображение Шион Дуону производит неизгладимое впечатление Плюс роман между ним и Мун Чи Вон, который играет Ча Юн Со, обязательно вызовет улыбку на вашем лице Динамичная тема Дарамы даже породила одноименный ремейк в США Императрица Ки Сказки о королевских особых часто переосмысливались в поп-культуре, особенно с тех пор, как династические войны, дворцовые интриги и злополучные любовные истории создают драматичное и увлекательное повествование В Дараме императрица Ки Хаджи Вон играет главную героиню, которая замужем за императором Тогун Тэмуром Дарама представляет собой вымышленный рассказ о жизни и ременах печально известной императрицы Ки Которая поднимается из ранга дворцовой служанки, чтобы стать той, с которой приходится считаться при королевском дворе Есть также ее отношения с ее первой любовью Ван Ю, королем Корео, которого она никогда не забывает, но знает, что у нее не будет с ним будущего Хотя отношения в Дараме, возможно, были кинематографически пересказаны, персонажи в ней действительно жили несколько сотен лет назад Императрицу Ки, бросившую вызов системе власти, на страницах истории часто называли манипулятивной и властолюбивой После того, как она вторглась в Корео с войсками Юаня, на нее навесили ярлык предательницы за вторжение в ее собственную страну И она остается неоднозначным персонажем в истории Тайная любовь Эта дорама расскажет бурную историю любви между мужчиной, жаждущим мести и женщиной, ошибочно обвиненной в преступлении Че Минхёк – богатый и привлекательный мужчина, живущий в полной пустоте после трагической смерти своей девушки Кан Ю Джон, с другой стороны, отбыла тюремный срок после того, как взяла вину своего парня на себя Хотя Минхёк сейчас помолвлен с Се Йок, он не может успокоиться после смерти своей девушки Ю Джон попытается наладить свою жизнь после тюремного срока и понимает, что самым большим препятствием на ее пути к возвращению своей жизни является Минхёк Минхёк видит в ней причину своих страданий и всячески пытается усложнить ей жизнь Но несмотря на это, Минхёк обнаруживает, что влюбляется в Ю Джон, и эти двое узнают горькую правду о своих прошлых отношениях Дорама продолжает набирать обороты, приковывая внимание зрителей Ощутимая химия между Джисоном и Хван Чёным становится жгучей, поскольку эти двое, запутавшись в паутине обмана, оказываются в опасной любовной связи Этой зимой дует ветер Эта дорама – это запретный роман между наследницей и мошенником О Йон слепая и отчаянно ищет своего брата О Су, но вместо него встречает самозванца Мужчина, о котором идет речь, погрязший в долгах мошенник, который решает выдать себя за своего умершего лучшего друга О Су И умудряется манипулировать таким образом в жизни непростой семьи О Но ничего не ожидает расчетливый О Су, вернее, чего он не ожидает, так это того, что его тянет к тихой и унылой О Йон, которая устала от всех тех, кто ее окружает О Су решает стать глазами О Йон и защищает ее от коварного жениха и семьи Персонажи дорамы совсем не идеальны, они несовершенны и решают свои проблемы Сонг Хай Гео в роли недоверчивой и одинокой О Йон играет очень сдержанно Чонэн Сонг впечатляет, как мошенник, который понимает, что конечное возмездие – рассказать правду, какими бы ни были последствия Властитель Солнца Тэгон Шиль почти не спит по ночам из-за своих многочисленных сверхъестественных встреч с призраками Гон Шиль постоянно посещает духи умерших, которые хотят, чтобы она что-то делала для них Но единственный человек, который, кажется, является ее защитой – это богатый владелец универмага Мега Чу Джон Вон Гон Шиль обнаруживает, что каждый раз, когда она рядом с ним, она не видит мертвых У этих двоих непростое начало, особенно из-за того, что Джон Вон стал от ненавязчивой Гон Шиль Но несмотря на абсурдность их ситуации, они таким образом влюбляются друг в друга Я слышу твой голос Пак Суха, 19-летний выпускник средней школы, обладает способностью читать самые сокровенные мысли людей Этот навык он развивает после того, как стал свидетелем ужасного убийства своего отца Хотя убийство было расценено как несчастный случай, подросток по имени Чан Хесон дает показания против подозреваемого, которого справедливо сажают в тюрьму Этот инцидент оставляет неизгладимое впечатление на Суха, который клянется защищать Хесон Спустя годы повзрослевшая Хесон, теперь отчужденный и бесцеремонный общественный защитник К которому наскучили ее дела и она разочаровалась в жизни Суха покорно поддерживает Хесон Ее воззащитный инстинкт выходит на первый план, поскольку убийца, против которого она давала показания вышел из тюрьмы и замышляет в месть Книга Семья Гу Это еще одна из тех исторических фантастических дарам, которая получила награду за свой потрясающий актерский состав Кан Чи родился у человека и кумихо Он немного озорник, борется со своей личностью и совершенно не уверен в своем естественном происхождении После того, как на его приемную семью напали, Кан Чи берет на себя ответственность за защиту семьи Он также хочет узнать правду о своем происхождении и о том, что ему нужно, чтобы стать полностью человеком Чи знакомится с Дам Йо Вуль, фехтовальщицей, переодетой фехтовальщиком И они отправляются в насыщенные событиями путешествия, в котором между ними расцветает очаровательная история любви У Кан Чи также есть противник в лице его друга, ставшего врагом холодного и циничного пакта Сока Чьи навыки владения мечом и боевыми искусствами не имеют равных А на этом пока что все Пишите в комментариях, какие из этих дарам являются вашими любимыми Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик С вами была Мисс Райт Аньон!